книги по финансам экономики и инвестиции здесь буду больше опираться на хронологический порядок прочтения но опять же если потребуется отступить я отступлю и сделаю об этом небольшой комментарий книги которые дали фундамент для меня в начале десятых годов в понимании как работает фондовый рынок и особенности функционирования финансовые индустрии банков страховых компаний паевых инвестиционных фондов и и т.ф. это две книги первая книга одного автора две книги одного автора первая книга это руководство разумного инвестора джона богла начали про самого автора потому что автор личность легендарная он учился у бернстайна уильям бернстайн это известный финансист середины 20 века и джон богал пришел к нему с намерением создать индексный фонд что такое индексный фонд вы можете покупать акции самостоятельно на бирже то есть смотреть финансовую отчетность по мсфо по rsb вы можете смотреть на графике вы можете считать мультипликаторы такие как пинаби и вина и беда рассчитывать свободный денежный поток фисе ви и фри карант флоу и заниматься помощью этим самостоятельно но на это будет уходить очень много времени если вы допустим из россии то вам проанализировать нужно где-то около 250 компаний которые торгуются на московской бирже если вы находитесь в америке то таких компаний где-то около 10 тысяч эта задача непосильная если у вас основной род деятельности не связано с финансами и фондовым рынком если вы работаете допустим инженером стоматологом врачом архитектором или допустим или вообще рабочим где-нибудь на стройке поэтому для таких людей которые не хотят или не могут по определенным причинам разбираться в тонкостях финансов были созданы специальные так называемые взаимные фонды взаимный фонда они называются в америке mutual funds в россии это называется паевые инвестиционные фонды когда управляющий этого фонда он по каким-то критериям заранее прописанным в декларации этого фонда собирает портфель акций или облигации что бывают акционные фонды фонды облигационные бывают смешанные где на где есть часть отдана под акции часть под облигацией и за свою работу управляющий берет комиссию в середине 50-х годов двадцатого века сложилась такая ситуация что в америке я буду сейчас про америку пока говорить красивый вернемся потом в россии в америке сложилась такая ситуация что все фонды были активно управляемые то есть управляющий собирал акции разных компаний в портфель а потом пытался обыграть рынок то сделать так чтобы вот этот портфель акций за год принес больше чем индекс а индекс это индекс формируется биржей то есть акции торгуется на бирже формируются бирже то есть в этот индекс добавляются допустим по какому-то критерию например а компании самой большой капитализации то есть компании у которых самая большая цена на рынке и берется 500 компаний самой большой капитализации Это будет индекс, допустим, S&P 500. Потом следующие 500 компаний с более маленькой капитализацией попадают в так называемый индекс средних компаний. А следующие 500 компаний, допустим, с 1100 по 1500 по капитализации попадают в индекс компании малой капитализации. Я вам условно. И при этом каждая компания получает вес в индексе. Если 500 компаний мы берем в индекс, а максимум в портфеле может быть 100%, то мы делим 100% на 500. Получается, где-то каждая компания получает по 0,2% в индексе. На самом деле так не делят. S&P 500 начинается где-то с 3,5%, которую занимает компания то ли Apple, то ли Google сейчас. Или Amazon, я не помню. И дальше уменьшаются веса пропорционально уменьшению капитализации компании. И вот этот индекс, он рассчитывается каждый день. Даже не так, каждую секунду. Пока идут торги, этот индекс пересчитывается. В конце дня определяется конечное значение индекса на конец дня. В конце года на конец года. Соответственно, прирост индекса, допустим, 31 декабря, по отношению к 31 декабря предыдущего года, дает нам прирост индекса. Либо не прирост, либо наоборот, уменьшение. В зависимости от того, как чувствовал себя рынок в течение года. И Джон Богл предложил, давайте мы не будем обыгрывать индекс. Давайте мы соберем в одном фонде все акции пропорционально тому, как они указаны в индексе. И он создал свой фонд Vanguard 500, который один к одному копировал индекс S&P 500. И дальше он говорит, а если мы копируем индекс и не управляем активно этим фондом, не продаем акции, не покупаем акции, а продаем и покупаем только тогда, когда их веса, допустим, изменились в индексе. То есть, допустим, если у нас в этом году Apple занимала в индексе 3,5%, а в следующем году она занимает 4% объема, то мы, соответственно, продадим компании, которые занимают меньшую долю в индексе, чья доля в индексе уменьшилась, а купим те компании в индексе, чья доля увеличилась. И больше ничего делать не будем. А если индекс не поменялся, то мы фонд не трогаем. Лишь изредка проводим ребалансировки, чтобы максимально точно соответствовать индексу. Это дает возможность при таком копировании индекса снизить комиссии за управление. Потому что сделок меньше, комиссия биржи меньше, не надо держать столько трейдеров, достаточно держать одного трейдера, который будет совершать очень редко сделки. В начале ему никто не поверил. Но он продолжал настаивать, Джон Богл. Создал свой фонд, привлек туда первые 100 миллионов долларов, распределил их по акциям. Прошло 70 лет. Он начал это делать в начале 50-х. Ну, сначала появление его соображений по поводу фондов. Сейчас в пассивных, это называется пассивное управление, то есть когда покупается индекс сейчас, в начале 2020 года, в Америке, в пассивных фондах лежит 13 триллионов долларов. Простых людей. 100 миллионов, когда был Богл, пока начинал, и 13 триллионов. Вот эта книга рассказывает и показывает на графиках о том, в чем разница между пассивным инвестированием в индекс и активной игрой с попыткой его переиграть. Я сейчас... Я нашел прям сразу, моментально эту картинку. Смотрите. Эта картинка показывает, я сейчас объясню, чтобы это было понятно. Эта картинка показывает, сколько процентов у вкладчика забирает активное управление фондами. То есть если вы вложились в пассивный индекс, если вы вложились в активный индекс, в пассивный фонд, например, в Vanguard 500 с маленькими комиссиями за управлениями, и в активный фонд, в любой другой, который постоянно совершает сделки на рынке и пытается переиграть индекс. Сколько вы теряете на комиссиях за управление этим фондом? Вот эта картинка показывает, что здесь на комиссиях теряется практически вот чуть-чуть совсем небольшая верхушечка. А здесь на комиссиях теряется практически половина. Это за срок в 25 лет. Но Богов говорит, что если человек начинает откладывать деньги в совершенно небольшую сумму по отношению к своему доходу, 2%, 3% каждый год, и вкладывает ее в индексные фонды, к моменту выхода на пенсию, у него будет большой, увесистый портфель, который он может каждый год часть продавать, закрывать, похошать эти вот паи, как они у нас называются, и жить на эти деньги дополнительно приправка к пенсии. Индексный фонд с низкими затратами. Бесспорный лидер среди фондов. Среди фондов. Цитата из книги. Мы знаем, что нужно начать инвестировать как можно раньше. И с этого момента продолжать постоянно откладывать деньги. Мы знаем, что инвестирование связано с риском, но также знаем, что не инвестировать означает потерпеть финансовую неудачу. Мы знаем, что является источником доходности рынков акций и облигаций, и это первый шаг на пути к мудрости. Мы знаем, что риски выбора отдельных видов бумаг, а также риски выбора управляющих инвестиционных стилей, можем исключить путем широкой диверсификации, предлагаемой как классическим индексным фондам. Останется лишь рыночный риск. Мы знаем, что затраты имеют огромное значение, особенно в долгосрочном периоде, и знаем, что их необходимо минимизировать. То же самое касается и налогов. Дальше я не буду цитировать. Вот эту книгу вы вряд ли где-то найдете. Потому что я ее покупал, как только была анонсирована, что будет перевод, я сразу себе поставил в отложенные на зоне эту книгу. Я себе ее заказал. Она тогда стоила, это 2000... Так, сейчас, одну минуту. 2010 год, вот такая тонкая книга, стоила 1100. Вторая книга Джона Богла. Опять же мы про него. Потому что от него мы никуда не уйдем, если мы говорим об инвестициях. Не верьте цифрам. Эта книга толстая, проработана по моей методике. Видите? С закладками. Но... В этой книге, по сравнению с этой книгой, мысли одинаковые. Только эти, вот здесь, это все более подробно разжевано. И особенность этой книги в том, что книга эта может называться условно. Это взяли статьи Джона Богла, которые он печатал в течение многих лет в финансовых журналах. Их обработали. И поместили в книгу. Как-то распределив их по главам и по темам. Так, сейчас. Здесь 35 глав и 7 частей. Я повторяться не буду, потому что... Потому что я всю основную мысль изложил, когда рассказывал про предыдущую книгу. Только лишь пара цитат. Сейчас. Когда жизнерадостность затухает, оптимизм поколеблен. И нам не остается ничего другого, как полагаться на один только математический расчет. Предпринимательство хереет и спускает в дух. Если какому-либо фонду удается некоторое время реализовывать успешную стратегию, не разгаданную другими, он может привлечь больше средств под свое управление, перенаправив гонорары комиссионные из кармана своих конкурентов в свой собственный карман. Такой успех может даже позволить фонду повысить свои комиссионные. Таким образом увеличив, хотя незначительно, по крайней мере, по началу свои доходы за управление. Что по определению уменьшает чистую доходность всех инвесторов на рынке. Вот про эту фразу давайте чуть немножко я разверну. О чем он говорит? О том, что когда, допустим, есть фонд активно управляемый, который покупает, продает акции, пытается обогнать им индексы, и в какой-то момент, он, допустим, целый год, он показывал, допустим, доходность на 10% выше индекса. Ему дают массированную рекламу, что вот мы обогнали индекс на 10%. Приносите ваши денежки в наш фонд. Люди несут. Но будущее непредсказуемо. В следующем году может не быть такой прибавки. Но за счет того, что принесли много денег, управляющие заработали больше. И управляющие заботятся прежде всего о самих себе, а не о вкладчиках. Вот о чем говорит Джон Богл. Это про пассивные инвестиции. Но одновременно я читал еще книги и по активным инвестициям. Точнее сказать, одну книгу я читал. Это у меня книги падают. Я их потом подберу. Это Питер Линч. Метод Питера Линча. Один из активных управляющих активных фондов. Который дает свои советы о том, как подбирать акции в портфель. То есть, это уже активное инвестирование, когда мы сами анализируем отчетность, анализируем какие-то основания для того, чтобы купить ту или иную акцию. И здесь я записал некоторые мысли. Я вначале их прочитаю, а потом тогда мы посмотрим некоторые графики в этой книге. Читал эту книгу в 2011 году. И мы помним, что совсем незадолго до этого был кризис. Когда рынки обваливались там на 70-80-90% по разным активам по-разному. В России было то же самое. И в этой книге говорится, что портфель, когда мы собираем портфель акций, следует начинать собирать с осмотра своего дома. Осмотрите свой дом. Найдите все компании, услугами которыми вы пользуетесь. Это поставщики электричества, газа, производитель и продавцы продуктов питания, бытовой химии, косметики, строительные компании и так далее. И после этого изучите компании, которые есть на рынке, в этих секторах, в вашем регионе, в вашей стране. И посмотрите, какие компании вы можете взять себе в портфель. Автор приводит примеры удачных и неудачных инвестиций. Пример диверсификации, о которой все говорят. И когда грамотно выполненная диверсификация, помогает сократить риск портфеля и повысить его доходность. И снизить не только риск, но и колебания стоимости портфеля. Колебания стоимости портфеля. И о диверсификации. То есть диверсификации с обратным знаком. Которая, наоборот, не помогает, а мешает снизить риск. Повышает риск. Снижает, увеличивает волатильность портфеля, так называемый. Больше всего внимания привлекла глава, в которой Питер Линч рассказывает о том, как искать акции, которые могут увеличиться в цене десятикратно. Так называемые десятикратники. Давайте я вам покажу эту главу. Я сейчас ее найду. Так, сейчас. Закладки я, конечно, не сделал. К сожалению, для меня. Он приводит не только вот эти свои удачные находки, которые он купил в свой портфель. Но также он приводит неудачные находки, чем еще больше располагает к себе. То, что он не хвалится только лишь своими успехами, но и говорит, вот я здесь ошибся. Я ошибся потому-то и потому-то. Поэтому вы будьте внимательны. И не совершайте моих ошибок. Вот это очень хорошо. Ну вот, например. Я вам сейчас график этот покажу. Вот он. Видно, да? Как в начале акции упали, но их падение цены было соизмеримо с трудностями в компании. То есть, со снижением прибыли. Потом, когда прибыль пошла наверх, акции закономерно устремились вверх. Цена на акции. Далее. Компания Dreyfus. Вот он показывает. Это один из десяти кратиков, которые он упустил. То есть, это он уже по... Постфактум рассказывает о ней. А также есть... Так, сейчас. Одну минуту. Он пока... А также показать неудачные инвестиции. Вот, например. Home Shopping Network. Как она... Цена взмыла вверх, так же и опустилась вниз. То есть, он призывает к тому, чтобы быть аккуратным. Как я сказал уже выше, когда рассматривал книги Джона Богла, что если нет времени для того, чтобы анализировать отчетность, я вам сейчас покажу один из вариантов отчетности. Вот такая. Вот такая таблица. По годам и по статьям доходов и расходов. То лучше купить пассивный фонд. Или как-то по-другому распорядиться вашими средствами. И после того, как я почитал эту книгу, мне было интересно. А есть ли в России такие компании, которые могут дать десятикратное увеличение стоимости акций? Это было в 2011 году. Я начал собирать табличку Excel, в которой забивал данные по... По компаниям. Взял там первые 50 компаний, которые торговались на Мосбирже, те, которые на слуху самые такие. Собирал из отчета выручку, прибыль, какие дивиденды платят, отношение дивидендов к прибыли и так далее. Но тогда так ничего и не решил. Покупать или не покупать. Так это все и забылось. Дальше. Но тему я эту не оставил. Я продолжал собирать книги, читать информацию и... И интересоваться. Далее. Следующая книга, о которой я хочу рассказать, это книга... Это особый сорт книг, за которыми я гонялся первую половину десятых годов. Это... Такой сорт книг, в которых я могу увидеть какое-то новое видение вопросов, которых я уже давно знал. Либо же посмотреть на какие-то вопросы с другой стороны. Или же те книги, которые открывают вопросы, которые я себе никогда не задавал. То есть, это такие книги, если их сортировать, то их можно отнести к книгам по развитию мышления. Но мне не нравится это название, так же, как мне нравятся книги по саморазвитию. Мне не нравится, как это называется. Потому что, чтобы делать саморазвитие, нужно, чтобы этот сам был. Чтобы была та индивидуальность, которую нужно развивать. А иначе это все, это как закапывание усилий в песок. Но эта книга относится именно к экономике. И я ее поместил именно сюда. Она и называется «Эпоха роста». Автор Ори Григорьев. Лекции по неоэкономике. И поэтому она в этом разделе, а не в книгах по развитию мышления, как я назвал. Этот раздел условно, но опять же я с оговорками, которые я выше привел. Сейчас я в другую руку возьму. Вот такая книга. Достаточно увесистый фолиант в твердом переплете. Человек, который успел поработать в правительстве и в разных таких учреждениях государственных. Книга, которая, наверное, одна из немногих, небольших книг, которая дает целостное видение экономики, как она есть. Которая не не берет за правду, допустим, Маркса, Энгельса, Тейлора, еще кого-то. Бэмба Верка он приводит в пример. Хэсоса Оэрто де Сото, он с ним спорит здесь. Он не берет на веру эти теории, а раскручивает спираль, раскручивает на основании каких-то своих умозаключений. Да, он опирался на всех этих авторов, но чтобы объяснить свою неоэкономику, он раскручивает свои доводы и строит свои посылки, предпосылки, выводы на каких-то своих, на каком-то своем базисе. Не забывая при этом делать отсылки к предыдущим авторам. И он, значит, о чем я, значит, о чем книга, значит, он начинает с того, что рассказывает о том, как развивалась экономика на протяжении пяти веков последних в Европе, в Америке, когда она появилась, и приводит красочный пример с шестью Репезона Круза и Пятницы на острове. И на этом примере поясняет разницу между подсобным хозяйством и экономикой. И он, его примеры, они потрясают воображение. То есть, допустим, я не видел в другой книге по экономике, я не слышал, когда у нас были лекции в ВУЗе по экономике, чтобы нам так рассказывали доходчиво. Это было, и он приводит очень интересные связи, допустим, когда в Австралии перестают, допустим, закупать сапоги, как почему рабочий, который работает на заводе в Сибири, теряет работу. И как это связано друг с другом. Он приводит в книге доходчивые примеры этого. Еще раз покажу. Далее. Так, сейчас я возьму свой подсказку. Далее. И почему книга называется Эпоха роста. Он изначально задался, автор Олег Григорьев, задался вопросом вообще рассмотреть, а когда экономика мира перестанет расти. И он пришел к такому выводу, что сейчас у нас осталось еще 50 максимум лет для того, чтобы этот рост закончился. у нас осталась неосвоенная это Индия, страны Индокитая и Африка. Все остальные страны уже задействованы в экономике мировой. В максимальном своем воплощении. И с максимально возможным разделением труда для этих стран. Он объясняет, почему в России невозможно развитие высокотехнологичных производств. и почему Россия это действительно только лишь поставщик ресурсов. Зерна, сельскохозяйственных ресурсов и природных ресурсов. Газа, нефти, угля, алмазов, сельскохозяйственных ресурсов, пшеницы, зерна, мясо и так далее. И что такие высокотехнологичные отрасли, как машиностроение, а я не говорю там про материалы, строение, когда там нужно допустим делать нанотехнологии настоящие, почему у нас не будет своей компьютерной отрасли настоящей, со своими IBM, Intel, Microsoft и так далее. Он это все приводит очень доходчиво объясняет. Именно с точки зрения разделения труда, о котором я хотел бы остановиться еще более подробно. Потому что эта книга действительно произвела такое впечатление, о котором нельзя вот так бросить и сказать, что читайте, нет. тут хочется говорить и говорить про разделение труда. Еще когда я учился в ВУЗе в начале нулевых, у нас были лекции по экономике, у нас были лекции по технологии производства, у нас были машиностроительного как раз производства, у нас были лекции по расчету и конструированию деталей, узлов, агрегатов. и нам рассказывали про разделение труда, но нам обосновывали это как то, что разделение труда было выдумано для того, чтобы повысить производительность. мне всегда казалось, что даже тогда, когда я учился в ВУЗе, а мне там было лет 20, мне казалось, что это неправдоподобное объяснение. но я не знал, как мне спросить у преподавателя, чтобы он объяснил мне, почему так. У меня не было, скажем так, в те годы у меня не было внутри, скажем так, уверенности такой, чтобы я мог что-то у преподавателя спросить против того, что он говорил. И Олег Григорьев дает другой взгляд на разделение труда, но с точки зрения бизнеса, с точки зрения предпринимателя. И пример приводит такой, обычно, с разделением труда. Это булавочная фабрика. Когда булавочные булавочные фабрики сидят рабочие и каждый собирает отдельно, каждый собирает целую булавку. И тут приходит предприниматель и говорит, давайте мы разделим этот процесс на 19 операций. И каждый человек будет выполнять одну, максимум две операции, но только если они смежные. Разделяют, производительность фабрики возрастает в 4000 раз. И все хлопают в ладоши, какой молодец предприниматель, который придумал такое. Но он придумал это не для того, чтобы повысить производительность. у него была другая цель, которую забывают все, которые не стоят на его месте. А вот все экономисты, которые сидят в университетах, они почему-то думают, что цель этого предпринимателя была повышение производительности, но он об этом и не думал. Это случайность. случайность. Если мы вернемся обратно в XIX век, когда это произошло, то мы можем вспомнить, что таких булавочных фабрик или каких-то других фабрик было много, которые делали одно и то же. И рабочие бегали с одной фабрики на другую. Где платят больше, где условия лучше, где, может быть, бесплатное питание, и так далее. И поэтому предпринимателю было важно удержать этих рабочих у себя, повысить управляемость объекта управления, повысить управляемость фабрикой. И что ему было делать? Ему нужно было сделать так, чтобы рабочие не смогли уходить на другие фабрики. Поэтому он разделил одну операцию на мерких 19, сказал, что вот этот рабочий будет делать первую операцию, вторую, этот третью. Со временем рабочие забыли, как там прошел год, они забыли, как собирается целиком булавка, потому что они делали только одну операцию. Соответственно, если они захотят перейти на другую фабрику, где старый технологический процесс, где рабочий собирает целиком булавку, они не смогут туда уйти. их никто не возьмет, потому что они не умеют полностью булавку собирать. Так он привязал к себе, предприниматель привязал к рабочке фабрики, к своей. Далее. Это первая мысль, которая хорошо изложена в этой книге. Вторая мысль, это о предметно-технологическом множестве и инновациях. Предметно-технологическое множество это совокупность предметов, например, болтов, гаек, шестеренок, валов и других деталей, но сейчас опять же будем говорить про машиностроительное производство, и технологий, методов их обработки, методов получения, то есть совокупность того, что мы, допустим, у нас пришло сырье, металл, лист металла, кругляк, швеллер, уголок, и что мы из этого и на каких станках можем сделать. Предметно-технологическое множество. И он приводит замечательный пример, Олег Григорьев, с машиной Бебиджа. Бебидж разработал свою чудо-машину счетную еще в первой половине 19 века. Но производство было не развито по сравнению с более поздними веками, более поздним 20 веком, более поздними годами и десятилетиями. И даже имея все чертежи на руках, а он их сделал, он сделал чертежи, он пояснил, куда детали и так далее, эту машину изготовить тогда не смогли, потому что не было вот этого пресловутого предметно-технологического множества. эту машину сделали и то в одном экземпляре только в начале 20 века, то ли в 1906, то ли в 1908, и то это было очень сложно сделать в начале 20 века, несмотря на то, что вот это предметное технологическое множество расширилось значительно за вот эти почти век, за 80 лет. Далее. Дальше. Приводит пример с Эйбеем. то, что Эйбеем изначально это была компания, которая обрабатывала данные. Она обрабатывала данные, собирала на перфокарты эти данные и отдавала на счетные устройства, которые были там в 1915 году, 1920 году созданы этой же Эйбеем. Мне вот напоминает вот эта ситуация с перфокарты. Это уже потом Эйбеем стала выпускать компьютеры, стала выпускать собирать компьютеры, выпускать какие-то программы и так далее. Но и сейчас Эйбеем обратно возвращается к той же парадигме, что была век назад. Она снова предлагает обработку данных. То есть, мы сделали круг за век и вернулись к тому, что было век назад. Только раньше это было на перфокартах, а теперь это называется Big Data. Machine Learning. Потому что для начала века вот эти перфокарты в той парадигме они тоже были Big Data. Это было слишком много данных для обработки. А сейчас данные собираются с камер, в магазинах, чеки, транзакции и так далее. куча данных, которые просто лежат мертвым грузом. И непонятно вообще, то есть, нет какого-то алгоритма для того, чтобы их обработать. Каждому набору данных нужно подходить индивидуально. При этом делая поправку всегда на то, в каких условиях были получены данные и в каком секторе эти данные были получены. И обработка данных, допустим, для продаж одежды, для продаж металлопроката будет разная обработка. А для производства этого же металлопроката и для производства одежды еще более другая. То есть, нет какой-то унификации вот в этом. И попытка создать еще более сильный компьютер для того, чтобы это обрабатывать, это путь в никуда. Потому что алгоритмов нет для обработки. Далее. Чем развите страна, тем чем больше, опять же, он говорит о чем? Что количество населения и разделение труда, они друг с другом не связаны. То есть, может быть, страна, в которой есть большое количество населения и сильное разделение труда, например, США. А может быть, страна с большим населением СССР перед распадом. В СССР жило 280 миллионов человек, а в США жило 250 миллионов человек. Но вот разделение труда в США было больше, чем в СССР. Разделение труда труда это что такое? Это сколько операций приходится на одного человека. Чем меньше операций делает один человек, тем больше разделение труда. А сейчас это такой пример можно привести. В магазинах утварь продается набор доска, скалка, лопаточка и, допустим, деревянный полойник и деревянная ложка. В России есть компания, которая производит полностью этот набор, полностью пять этих деталей в ассортименте. А в Европе нет. Доски производятся в Италии, полойники производятся в Чехии, скалки производятся в Румынии, а потом это все едет на какой-то центральный склад где-нибудь в Амстердаме или в Голландии под Амстердамом это все там комплектуется, собирается и уже потом разводится по всей Европе. То есть в Европе разделение труда будет выше, чем в России. Потому что у нас это все делается на одной фабрике, а там на нескольких. Далее про разделение труда еще. Связи нет никакой между количеством населения, прямой связи нет. Чем больше населения, тем больше разделения труда нет. Это может быть, а может не быть. но есть такая связь, что с маленьким населением невозможно обеспечить высокое разделение труда. В любом случае, чем меньше населения, тем больше людей будут выполнять несколько операций. И в США, ну по крайней мере вот как он приводит, до, скажем так, до распада Союза, система образования была заточена на то, чтобы инженер, который выходит из вуза, он бакалавр, на 4 года он отучился, но он, у него есть метод работы, методика работы с этим предметно-технологическим множеством, которые есть на текущий момент в США. А у нас, в России, в СССР, этого не было. Учили фундаментально, учили научному коммунизму, чему угодно, но не так, тому, чтобы работать вот с этим ПТМ. далее. И еще очень большую тему он затрагивает в своей книге, потому что без нее очень тяжело объяснять какие-то, какие-нибудь движения товаров, это финансовые и потребительские деньги. Например, такие экономисты, как представитель австрийской школы Хессусуэрта Десото, он говорит, что банки за хранение денег не должны брать процент. Что если они взяли 100 рублей, они должны отдать 100 рублей. То же самое не должно быть никаких процентов по депозитам. То есть все, ни процентов по депозитам, ни процентов по кредитам. При этом, при этом, если банк дает кредит, то нет, если он взял на хранение деньги, допустим, 100 рублей и выдал расписку в том, что в банке хранится 100 рублей, то он должен 100% этих 100 рублей хранить у себя в сейфе. То же самое и с выдачей кредитов. Если он выдал кредит, то, соответственно, на этот кредит должен быть полное 100% обеспечение. Интересная, конечно, мысль, но мы не будем сейчас углубляться в эту книгу. Олег Григорьев говорит, что есть финансовые деньги, есть потребительские деньги. Финансовые деньги – это все, что связано с строительством заводов, строительством железных дорог. То есть, мы взяли деньги и вложили их в, проинвестировали в создание этих заводов, так называемые капитальные вложения. Или сейчас модное слово капекс. потребительские деньги – это рабочие, которые работали на стройке, они получают зарплату. То есть, часть этих финансовых денег отщепляется и отдается рабочим. Вот сейчас против этого как раз те, кто занимается финансами, те, кто в банках, в инвест-компаниях, они не хотят делиться с рабочими, работниками вот этой частью денег. Они считают, что все деньги, все 100% денег должны крутиться в финансовом секторе. То есть, вложили в производство, производство заработало деньги, эти деньги полностью забрала финансовая индустрия вместе с процентами, что-то забрал владелец завода, снова это все вложилось, снова по второму, по третьему кругу вложилось в виде инвестиций, чтобы деньги делали деньги. Но, к сожалению, пока что в экономике работают люди, люди хотят есть, они часть этих финансовых денег забирают в потребительские деньги. И эти потребительские деньги попадают на рынок, ими мы расплачиваемся за товары и услуги. Поэтому, ребят, эпоха роста, книга, скорее всего, еще раз буду читать, чуть попозже, потому что, скорее всего, что-то я упустил из вида, из вида, несмотря на то, что я так подробно это все вам рассказал. Следующей книги у меня в печатном виде нет, я читал ее в электронном виде, это «Одураченные случайности» Насима Талиба. Буду читать по бумажке, потому что я подготовил здесь основные выдержки, тут совсем немного. Два момента, которые в книге, вот они практически через всю книгу они проходят красной нитью, я их также себе отметил, но рекомендую опять же прочитать книгу целиком. Значит, первый момент это ошибка выжившего. Мы видим победителей и пытаемся учиться у них, забывая при этом огромное количество проигравших. Мы видим победителей и пытаемся учиться у них, забывая при этом огромное количество проигравших. Когда нам показывают олимпийского чемпиона одного в России, следует помнить, что, чтобы его подготовить через дюж детско-юношеские спортивные школы, в том числе олимпийского резерва, прошло минимум 20 тысяч детей. Какой выхлоп? Правильно, один в 20 тысячах. Когда мы видим доктора наук, где-то, который выступает, неважно в какой области, технических, экономических, социологических, физико-математических, помним о том, что, чтобы этот доктор получился на выходе, через вуз прошло 20 30 тысяч студентов. Один доктор наук за 5 лет работы в вуза. Ну, примерно. И то он выйдет не через 5 лет, он выйдет через 20 лет, потому что после вуза надо еще закончить аспирантуру, защитить кандидатскую диссертацию, потом поработать, и после этого возможно защитить докторскую. И то не все кандидаты защищают докторские диссертации. Может быть, один из 100, может, один из 1000. Это ошибка выжившего. Смещенные распределения. Многие явления реальной жизни не имеют равной вероятности. Например, закон Бендорфа, или закон первой цифры, описывает вероятость появления определенной первой значащей цифры в распределении величин взятых из реальной жизни. Закон верен для многих распределений, но не для всех. Также делает предсказание частоты встречаемости второй и третий цифр. Сюда же асимметрия выигрыша и проигрыша. Если у вас была 1000 рублей и вы увеличили ее на 50%, а потом потеряли 50%, то у вас останется всего 750 рублей. А ваш совокупный убыток составит минус 25%. Остаться при своих можно только если выиграть 100%, а потом потерять 50%. Асимметрия. Далее про две книги, про которые я узнал совершенно случайно. Не помню, то ли зайдя в магазин, то ли где-то была реклама в интернете, но когда я их прочитал, это еще более простое объяснение того, как работает экономика. Хулиномика. Хулиганская экономика. Алексея Маркова. Я купил себе печатную версию, хотя автор выкладывает на своем сайте версию для скачивания бесплатно. Я вам покажу, как выглядит эта книга. Достаточно крупный шрифт выделения мыслей в виде отдельных абзацев. Прочитал эту книгу буквально за два дня. Но с учетом того, что до этого я читал эпоху роста более тяжелую, до которой у меня ушел почти месяц, то эта книга еще она дает не только краткий курс в экономику, но и также краткий курс в финансовую индустрию и фондовые рынки. То есть опять же это более с уклоном на акции и облигации, но в более простом варианте, чем допустим Джон Богл или Питер Линч. Скорее эта книга для ликвидации безграмотности, нежели чем для каких-то углубленного изучения. Вторая книга того же автора Алексея Маркова Криптовой Матика в соавторстве с Алексеем Антоновым. Алексей Антонов он специалист в блокчейне и блокчейн-валютах, то есть биткоин, Zcash и так далее. И здесь очень кратко эта книга потоньше, чем Хулиномика. Сейчас я вам покажу. Но тоже дает ликбез и скажем, для меня даже наверное Криптовой Матика более полезна, чем Хулиномика, потому что я в криптовалютах совершенно ничего не понимаю и не понимал до того, как я не прочитал эту книгу. Понимать стал чуть больше, особо эта роль не сыграла. Так, идем дальше. Я наверное сейчас расскажу про Валерстайна. Вот еще одна фундаментальная книга Эммануил Валерстайн «Исторический капитализм». Это книга достаточно известного исследователя экономики. Он написал четырехтомник «Мир системы модернов», который изложил как развивалась капиталистическая мир-система, мир-современная мир-система или мир-система модерна по-разному переводит с 1450 года по 1914. Он дает свое видение. То есть он раскапывает исторические данные, сравнивает, как жили в Южной Европе, в Средней Европе, в Северной Европе люди. Сопоставляет, сравнивает, дает выводы какие-то. То есть это очень такой монументальный труд, но я его пока не осилил. Я осилил пока вот как короткую брошюру «Исторический капитализм», в которой он рассказывает про то, как становился капитализм. К сожалению, несмотря на то, что я сказал «становился капитализм», да, он становился, и он, и Валерстайн рассказывает именно о становлении капитализма, но он не рассказывает как он появился. Как появился капитализм, если было феодальное общество, были помещики, были суверены и так далее. В какой момент произошло это переключение от феодального общества в капиталистическое, какие были предпосылки и что послужило триггером для такого переключения. Вот об этом он, к сожалению, не пишет в своих книгах. Я сейчас эту книгу тоже положу на пол. И последняя книга в разделе «Экономика», «Финансы», «Инвестиции». Это, можно сказать, что, наверное, самая значимая книга всего десятилетия в российском сегменте книжном, я имею в виду по трейдингу, по инвестициям. Это книга Александра Силаева «Деньги без дураков». Совершенно случайно, я не знаю как, ВКонтакте, мне попалась на глаза ссылка на его блог. Он так и называется «Деньги без дураков». И второй блог «Философия без дураков». Я начал читать. Это было где-то весной 2019 года. И потом он анонсировал, что у него выходит книга. Я поставил на сайте, где она продаётся, себе напоминалку. И когда она вышла из печати, я её себе заказал. Значит, очень коротко о чём? Это первая единственная книга русскоязычного автора про трейдинг и про инвестиции на фондовом рынке, которая описывает, как дела обстоят в реальности. Мы с вами посмотрели книги Джона Богла, вот такие. И вторая это «Не верьте цифрам». Вот здесь это получается тот же Джон Богл, если мы смотрим главу по инвестициям, то Александр Силаев повторяет мысли Джона Богла и приводит графики немножко модернизированные по тому, как у нас финансовая индустрия забирает доходность от наших вложений за счёт комиссий. А комиссии при покупке акций это комиссии биржи, комиссии брокера, плюс депозитарное обслуживание. То есть достаточно много комиссий, которые нас тянут. Плюс он достаточно на таких, на бытовых примерах приводит, как работает вообще вся финансовая индустрия в России. Рассказывает, что такое «Околорынок». Это люди, которые дают советы автоследования или продают торговых роботов или, допустим, у них какой-то платный сайт, они продают платный контент, какой-то свой анализ акций. И я записал основные мысли, то есть это я вам вкратце рассказал о чем книга, а основные мысли я зачитаю, которые мне понравились. Задача инвестиций является передачей некоторой суммы денег от себя сегодняшнего к себе завтрашнему. Размазать деньги по времени жизни, словно размазать масло на куске хлеба. Начинать откладывать автор советует только тогда, когда человек достиг потолка доходов. Для разных людей это произойдет в разные годы жизни. Но можно смело начинать копить деньги в 35-40 лет. Автор считает, что ежегодное увеличение доходов на 10 и более процентов является достаточным, чтобы не иметь финансовых вложений. В инвестициях на длинных периодах времени у среднего человека со средними способностями вряд ли получится превзойти инфляцию более чем на 5%. Скорее всего это будет слабо положительная реальная доходность. Автор в книге рассказывает о подводных камнях инвестиций и о том, как финансовая индустрия, банки, брокеры, страховые компании, инвестиционные консультанты, управляющие активами. Одним словом, около рынок не на стороне инвестора. Цели финансовой индустрии и цели инвестора не совпадают. На этом я закончил обзор книг, который я прочитал по теме экономика, финансы и инвестиций. Игорь Негода, инвестор и инвестиций. Игорь Негода, и инвестиций. Продолжение следует...